Можно её повидать? О, только не сейчас. Знаешь, у неё страшно болела голова, она приняла пару таблеток и легла спать. Очень жаль. Ладно, передай ей, пожалуйста, что я заходил. Я передам. Спасибо, пока. Привет. Дженни, иду. Кто это приходил? Ну, Рейнальдо, мама. А зачем? Повидать Джеки. Он заходил за ней в колледж, но не нашёл её. Наверное, они где-то разминули. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, ты прав. Я не увижу тебя целых два дня. Я буду по тебе скучать. И я по тебе тоже. Ты восхитительна. Тебе хорошо? Конечно. Ты был так ласков со мной, Марио. Я тебя очень люблю. Рейнальдо, подожди меня. А куда ты? Прогуляться. У тебя что-то стряслось? Нет. Ты поругался с кем-то? Нет. Ну, значит, ты не хочешь разговаривать со мной. Увидимся позже. Пока. Нет, Адет. Прости меня. Ведь ты ни в чём не виновата. Ну, объясни, что случилось? Давай пройдёмся. Давай. Синьора Патрисия, вы не будете больше есть? Нет, Хуанита, можешь забрать. Но вам надо поесть. Вы стали очень мало есть. Спасибо, Хуанита, я ухожу. Если позвонит Дон Амбрузио, скажи, что я у Валерии. Да, синьора. Это началось с тех пор, как она пошла учиться. Когда я начал работать, Джеклин всё жаловалась, что у меня не остаётся времени для неё. Ну, а теперь у неё нет времени для меня. А почему бы вам не поговорить? Да я хотел, хотел поговорить уже тысячу раз. Но Джеклин стала другой. Ладно, придётся мне пойти к ней домой и подождать, пока она не проснётся. Эльза! Я здесь, синьора. В чём дело? Я уже пять минут тебя зову. Ты меня не слышала? Я не могу к вам подойти. Что значит «не могу»? Ты занималась столь важным делом, что никак не могла отозваться? Нет, синьора. Мне запретили прислуживать вам. Кто Эльза? Кто тебе запретил? Если я скажу, синьора, вы рассердитесь. Эльза, объясни мне, наконец, в чём дело. Синьора Эмма запретила мне прислуживать вам. Что? Синьора, поверьте, я выполняю её распоряжение и только. Папа, спусти меня. Ты устала? Нет, мне хочется пить. Я схожу, попью водички. Ну, хорошо. Ты сегодня прекрасно выглядишь. Ты тоже? Почему ты меня отталкиваешь? Нет, вовсе нет. Но я тебе безразлична, правда? Ради Бога, Моника. Да, Сезар Августо. Да, Сезар Августо. И так ясно, что мне не место в этом доме. Почему, Моника? Я же сказал, это и твой дом. Тогда скажи это своей матери, а она пусть передаст это слугам. Тебя кто-то обидел? Нет, не совсем так. Но твоя мама запретила им прислуживать мне. Как ты могла так унизить Монику, отдав подобное распоряжение слугам? А почему бы и нет? Ей ничего не стоило солгать. Мне почему я должна ее уважать? Потому что она моя жена. Твоя жена? Ты прекрасно знаешь, что по закону она тебе не жена. Да, это верно. Но она ухаживала за мной. Благодаря ей я смог вернуться домой, на родину. Она делала это за тем, чтобы потом тебя шантажировать. Ей это было выгодно. А меня это не волнует. Она помогла мне в самое тяжелое для меня время. И я буду вечно благодарен ей за это. Мама. Подумай сама. Мы ведь не сможем жить, если в доме не будет покоя. Ну, если ты хочешь, чтобы в этом доме воцарился покой, скажи Монике, пусть уходит отсюда раз и навсегда. Сазара Вгуста почти ничего не помнил и не хотел, чтобы кто-то знал о его возвращении. Но он расспрашивал вас с Мануэлем. Да. Мы не знали, что ему можно говорить, а что нельзя. Врач предупредил, что может возникнуть шок, если он сразу обо всем узнает. Нам приходилось постепенно вводить его в курс дела. И вы постарались от него скрыть все, что касалось меня? Мы не знали, что говорить Патрисия. Он вернулся с женой и дочкой, которые взялись неизвестно откуда. Было видно, что воспоминания о тебе для него мучительны. Так значит, он вспоминал обо мне? Анна Леви.